Время культуры Подростки, больные с сахарным диабетом, сыграли в спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Необычную премьеру показали на сцене Технического университета. На такой творческий эксперимент, создать постановку с участием необычных детей, решилась Межрегиональная общественная организация по борьбе с сахарным диабетом «Диалайф Сибирь». Не успел Молодежный театр Алтая победить со спектаклем «Вишневый сад» на Всероссийском фестивале имени Валерия Золотухина, как попал на 30-ю строчку в рейтинге лучших театров страны. Его составил федеральный портал для сбора отзывов, в базе которого больше тысячи театров. Уроженец Барнаула Вадим Капустин прошел слепое прослушивание в проект «Голос». Теперь он готовится к этапу батлы в команде Леонида Агутина. В перерывах между съемками в федеральном проекте Вадим успел съездить на Алтай. Здесь он снял клип на свою новую песню «The Field». Релиз состоится примерно через месяц. В это время Барнаульцев порадовал концертом легенда американского блюза Лил Джимми Рид. Его настоящее имя – Леон Аткинс. Ему 77 лет. Он выступал на одной сцене со знаменитыми гитаристами Би Би Кингом и Джимми Ридом. В России музыкант впервые. Выступлением в Алтайской филармонии он начал тур по Сибири. Повод для полуночного пикника разыграли артисты театра драмы. Это пьеса барнаульского писателя Анастасии Мордвиновой. Она стала победителем регионального конкурса «Авторская сцена Алтая». Я поздравила молодого драматурга лично и узнала, даст ли ей что-то краевая награда. Кристина уехала на такси где-то в половине четвертого. Парней, которые пришли с джессом, мы выставили вместе, а Бруно выставить не смогли. Он сел за барную стойку и его понесло. Это первый этап подготовки пьесы к постановке. И обычно он проходит за кулисами. Но в театре драмы уже давно читки стали публичными. Для драматурга Анастасии Мордвиновой это дебют на профессиональной барнаульской сцене. Ее пьеса «Повод для полуночного пикника» стала победителем регионального конкурса «Авторская сцена Алтая». Теперь, возможно, это произведение поставит какой-либо местный режиссер. По крайней мере, Настя на это надеется. Это абсолютно вымышленная пьеса. Там даже мера условности передается в том числе тем, что половина персонажей вообще мертвые, половина живые. А еще мера условности передается тем, что действие происходит в вымышленной кофейне в Будапеште. То есть это даже не наши соотечественники персонажи и вообще какие-то максимально условные люди. В конкурсе участвовали 18 пьес 10 авторов из Бурнаула, Рубцовска, Новоалтайска и районов края. Одним из лучших стал арт-критик Вадим Климов. Он занял второе место. Кстати, именно ему и принадлежит идея появления авторской сцены Алтая. По местным драматургам очень сложно выходить на какие-то читательские конкурсы. Нужно сначала убедить себя, что ты можешь это показать, что ты не полный графоман. Теперь у меня есть бумага. Я всем могу сказать, я не графоман. Спасибо большое. По словам организаторов, в Крае есть много талантливых драматургов, о существовании которых, к сожалению, пока мало кто знает. Конкурс как раз и нужен для того, чтобы найти тех, чьи пьесы можно и нужно поставить в краевых театрах. Отбор на следующую авторскую сцену начнется после Нового года. Новый мюзикл как признание любви к раю. Музкомедия готовит премьеру об изобретателе паровой машины Иване Ползунове. В чем уникальность новой постановки, расскажу далее. Казалось бы, документальная и историческая постановка, но и в ней нашлось место любовному треугольнику. Что связывало Ивана Ползунова с Екатериной II, чем он жертвовал для науки и как его судьба связана с Барнаулом. Чтобы, наконец, осуществить мечту и поставить спектакль про легендарного изобретателя, режиссер Константин Яковлев досконально изучил все архивные источники. Приятно, что наша история настолько велика, что она напрямую связана с Санкт-Петербургом, с Екатериной Великой. Поэтому все эти исторические личности соберутся на одной сцене. Мне кажется, уже это говорит о масштабности нашего проекта. Мне бы очень хотелось, чтобы мой спектакль пробудил интерес у зрителя к этой ситуации. И после просмотра спектакля люди обратились к книгам, люди обратились к нашей истории. В основе сюжета – пьеса известного барнаульского писателя Марка Юдалевича. Однако для мюзикла текст пришлось практически полностью переделать, хотя история жизни Ползунова осталась неизменной. Мы ищем с постановочной группой, каким он был, потому что о нем как о личности не указано. Он одержим в первую очередь не сколько самих вот этих вот механических изделий, а сколько чтобы помочь людям. Потому что в то время очень много гибло людей, земляков, родных. И он пытался как можно скорее оградить их от всяких увечий, переключить на механизировать, так сказать, труд. В театральных кругах Ползунова уже называют своеобразным признанием в любви Алтайскому краю и мировой премьерой. Ведь, по словам режиссера, такого масштабного спектакля в истории региона еще не было. Увидеть его можно будет с 7, 8 и 9 октября. Спешите за билетами. А теперь немного фактов из истории кинематографа. В этом выпуске нашей специальной рубрики «Год кино» вы узнаете, как на Алтае снимали фильмы в 20-е годы. В октябре 1926 года в Алтайской губернии появился филиал студии «Киносибирь». Она снимала видеожурналы о сибирских регионах. Особой популярностью у зрителя пользовались сюжеты о Балтае. В 1929 году киностудию объединили с сибирским отделением Совкино. После Великой Отечественной войны на ее базе снимали фильмы о болтайской целине и крестьянах. В январе 1910 года Барнаульская дума приняла решение о строительстве в городе деревянных зданий для синематографов. В скором времени на улице Пушкинской появилось сразу 10 кинотеатров. «Триумф», «Иллюзион», «Грот», «Трио», «Каскад», «Мир» и «Алтай». 40-минутные сеансы в них шли с 6 до 11 вечера. Показы сопровождал оркестр, выступали вокалисты, в буфете предлагали кофе, чай и шоколад. Впереди выходные, а значит есть много поводов провести время культурно. На выбор кино, выставки, концерты и многое другое. В нашей рубрике «Культсовет» актер Александр Савин расскажет, куда обязательно нужно сходить в городе в ближайшее время. Здравствуйте, я Александр Савин, артист Молодежного театра Алтая. И сегодня я расскажу вам, какие нужно события посетить на следующей неделе. «Республика ИЗО» – выставка молодых художников Алтайского края. Это четвертая выставка уже. Я был на предыдущих. Все работы абсолютно все вдохновляют и провоцируют на творчество. Концерты. 8-го числа в русско-немецком доме состоится концерт нашей Барнольской группы, которые возвращаются из «Долгого путешествия». Венопорте – этническая музыка с элементами электроники, которая даст вам чувство наслаждения и спокойствия. Спектакли. 7-го, 8-го и 9-го числа в Театре музыкальной комедии состоится премьера. Мировая премьера «Ползунов». Спектакль принесет вас в 18-й век, в эпоху технического прогресса. Молодежный театр «Алтая». 6-го и 7-го числа премьера. Спектакль «Гроза» по Островскому. Режиссер спектакля – молодой талантливый режиссер Анна Зоева из Новосибирска. Ну и, конечно, «Антикафе Трикита». Дом актера города Барнаула. Откроет свой сезон 10-го октября спектаклем «Черный монах» по повести Антона Павловича Чехова. Самостоятельная работа артистов города Ольги и Евгения Любицких. На этом все. Я, Александр Савин. Встретимся в театре, в кино, на выставках. На этом я с вами прощаюсь. Это было «Время культуры». Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин